Hola, señoritas y señores, bienvenidos a Madrid. Мы в столице Испании и в столице тенниса на ближайшие 10 дней. Погнали посмотрим, что такое Кубок Дэвиса или, как его еще называют, чемпионат мира по теннису. Я был на Кубке Дэвиса всего один раз. Это было в 2002 году. Мама взяла меня в мой день рождения на решающие матчи против сборной Швейцарии. Евгений Кафельников тогда проиграл, я еще этого не знал, 20-летнему Роджеру Федереру. А Марат Саффин затащил для нас тогда победу. Правда, моим главным воспоминанием осталась акция в Макдональдсе. Мы ходили туда в перерывах между матчами. Два двойных чизбургера за 40 рублей. Сами понимаете, как давно это было. Но самое главное, это был 2002 год. Мы тогда выиграли, впервые выиграли Кубок Дэвиса. Слушай, а почему у всех теннисистов одинаковые празднования? Я просто сравниваю с футболом. Я понимаю, что здесь слишком много очков выигрываешь. Невозможно все время. Но хотя бы для самых важных мячей можно было что-нибудь интересное придумать. Вот мы получили аккредитацию. Процесс занял всего-то минут 40. Есть первый вход, первую очередь на то, чтобы сделать тест. В течение 20 минут тебе приходят результаты. И потом стоит отдельная очередь для того, чтобы уже по итогам тебе дали карточку. Здесь очень сложно. Тест нужно делать каждые два дня. Все должны быть здоровы, безопасны. И вот так вот будем начинать каждое наше второе утро. Мы находимся на центральном корте на арене, где пройдут все матчи Кубка Дэвиса. И как вы думаете, что сейчас происходит? Это не матч, это тренировка. Тренировка сборной Испании, на которую пришли посмотреть зрители. Когда за сборной Испании играет Рафаэль Надайв, здесь вообще все битком, невозможно пробиться. Но сейчас в сборной Испании есть фигура, которая может стать такой же популярной, как и Рафаэль. Это Карлос Алькарас. Ему он всего тинейджер, но все испанцы надеются, что он вырастет вот в такую же величину. И смотрят за ним даже до начала соревнований. В сборной России играет Испании в последнюю очередь. Это будет решающий матч, это будет последний матч. Я думаю, что, несмотря на то, что мы, конечно, фавориты, все говорят о том, что мы номер один, будет тяжело, если они на тренировку приходят, посмотреть и поболеть, то что здесь будет на главном матче выходной. Мы будем работать здесь практически в нескольких метрах от места событий и уборачиваться от теннисных мячей, потому что уже чуть не прилетело пару раз. А наши коллеги Сергей Дерябкин, Александр Сопкин будут комментировать все это сверхотуры под самой крышей. Да, не как футбольный стадион, конечно. Тоже достойный общий обзор. Серега, а почему так расположена капитанская кабина? Не по центру, не как у судьи обзор, а из спины? Ну, это как телевизионная трансляция. И смотреть удобно из-за спины, но все-таки вправо-влево мяч движется. Когда сбоку смотришь, это не так заметно. Но вообще не на всех больших теннисных аренах комментарические позиции вот именно за спиной у игроков. На больших, вот в Австралии, я помню, мы сидели на рут-лейвер-арене, у нас все было сбоку, как раз вот примерно по центру за спиной судьи. Ну, на мой взгляд, комментировать лучше именно из-за спины. Здесь далековато, но есть большая разница с тем, что есть, например, на российских турнирах у нас делают комментаторские не кабины, а позиции достаточно близко к теннисному корту. И она не так защищена шумоизоляцией. Иногда мы что-то говорим, не кричим, а вот так вот вполне спокойно. И при этом судья на вышке говорит, тише, пожалуйста, успокаивая нас, а игроки из-за того, что мы комментируем, не могут начать очередной розыгрыш. Ну, в данном случае далековато, но зато вот такого не было. Но если мы вас еще не убедили в том, что нужно обязательно включать Кубок Дэвиса на Око, может быть, нам поможет Данил Медведев. Данил, почему нужно смотреть Кубок Дэвиса? Око Спорт в этом году в России впервые показывает этот турнир. Во-первых, Око Спорт очень крутой портал. Я там смотрю все время английскую премьер-лигу. Поэтому очень рад, очень рад, что показывают и Кубок Дэвиса. Почему нужно смотреть? Потому что у нас собралась очень сильная команда за то время, что я играю в команде Кубка Дэвиса. Я считаю, что это самый сильный состав, который когда-либо у нас был. У нас есть и парная комбинация. Андрей Скоренов и Андрей Сасланов могут играть очень круто. Поэтому есть все шансы показать хороший результат. Понятное дело, что в теннисе, да и вообще в спорте, никогда неизвестно до матча. То есть ты не можешь ничего предсказать. Но мы постараемся показать наш максимум. И если нам это удастся, то есть вероятность хорошего результата.